Политтехнолог Тарас Загородний уже готов присоединиться к нам. Тарас, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Тарас, ну здесь вроде все понятно про украинские партизаны, но на самом деле как-то в последнее время много сообщений относительно партизанской работы в разных уголках. Не только Украины, но и России, Брянская область. Как вы считаете, что там произошло все-таки? Ну, смотрите, тут неважно, что произошло, как на это отреагировала российская власть. Это же главное. Потому что, ну, многие там операции, неоперации, будут понятны их неподробности только через некоторое время. Но тут как бы важно, что произошло опять же в России. То есть, если вы заметили, то у них был ступор. То есть, разные версии ходили, что, возможно, сами россияне что-то готовили там. Это можно было видеть по заявлению сначала российских силовиков, которые отрицали брянские власти, чтобы все это не так. Потом была достаточно удивительная реакция Путина. То они собирают свой совет на безопасности, потом не собирают свой совет на безопасности и так далее. То есть, точно что-то пошло не так, даже если это русские что-то готовили. Скорее всего, такое вот повторение Беслана, чтобы Украину обвинить в терроризме. Это, в принципе, логично с их точки зрения для того, чтобы показать, что Украина является террористическим государством. В принципе, подрывы домов собственных граждан, они это давно умеют делать. Это было еще 20 лет назад. Но тут, опять же, важно, чем это закончилось. Закончилось ничем для русских, потому что ничего они предъявлять не смогли. И это вызвало такую очень неприятную реакцию у этих военкоров и у этого фашистующего, фашистующей части населения. Они спрашивали, подождите, так как это получилось, что украинская ДРГ зашла, ушла, вот так свободно, у нас что границы открыты и так далее. Плюс это в совокупности с ударами по российской территории рождает очень неприятная ассоциация у самих россиян. Вот вчера кто-то, кто-то удачно, по-моему, журналист Александр Пасховер удачно пошутил. В Колумбе было очередное НЛО, то есть неопознанный летающий окурок. Это Подмосковье, кстати, 75 километров от Москвы. Вот все это в совокупности, оно расшатывает доверие к российской власти. Потому что российская власть пытается найти вот эту формулу объединения россиян на войну с Украиной. Но проблема в том, что напугать-то напугать россиян-то они смогут. Но вот смогут ли они объединить на войну с Украиной, это пока очень большой вопрос. Потому что если это все работало 20 лет назад, когда речь шла о безопасности, как Путин все это скручивал, что он единственный человек, который может спасти Россию от исламского терроризма или других там плохих вещей, смог объединить людей вокруг себя для того, чтобы, соответственно, избраться, то через 20 лет ремейк этой истории выглядит, мягко говоря, удивительно. Так подожди, 20 лет же строили же безопасность? Так какой результат? Оказывается, вот можно захватить, да, и ничего не будет. Так подождите, а где тут безопасность? То есть вот этот когнитивный диссонанс, который они делают своей властью, они как раз и подрывают больше доверия непосредственно к Путину. Тарас, вот вы знаете, во время вашего ответа, четкого и обстоятельного, вы затронули очень интересную тему относительно того, что различные теракты с ФСБшным привкусом уже были в России где-то лет 20 назад. Рязанские сахары и так далее. А давайте немножко детальнее расскажем нашим зрителям, возможно, нашей молодой аудитории, которая находится в том числе и в Российской Федерации, что это было. Ведь на самом деле, на самом деле такой флешбек из прошлого немного. Ну, смотрите, ситуация была следующая. Когда Путина назначили исполняющим обязанности премьер-министра, у него был очень низкий рейтинг. Когда вот там Ельцин ушел в отставку и заявил, что вот есть преемник. Тогда вдруг, вдруг по России начались взрывы, которые никогда не были там, да, достаточно профессионально сделаны, в Москве были взрывы, в Волгодонске, не, первый взрыв был в Волгодонске, а потом начались взрывы в Москве. На этом фоне, на этом фоне Путин объявил о том, что он, объявляется Вторая Чеченская война. Они объединили людей страхом за свою жизнь, да, вот. А касаемо вот рязанского сахара, там как раз не произошло. Почему? Потому что бдительные граждане обнаружили, что некие люди, некие люди завезли мешки с гексогеном, это взрывчатое вещество очень мощное, в подвал и уехали. И они обнаружили этот сахар. Потом Патрушев, который тогда был главой ФСБ, оправдывался в том, что это якобы были учения. Вот. И они якобы вот так вот проверяли, проверяли бдительность граждан в том числе, да. То есть в результате такого вот циничного, зверского убийства, то тогда еще об этом говорилось активно, еще когда было НТВ, живо, независимое, я помню, передачи там проходили, где как раз обсуждался этот вопрос. Березовский, который потом самоубился, и непонятно, что с ним произошло в Лондоне, тоже эту тему активно раскручивал. Вот. И Литвиненко, который тоже об этом говорил, и которого отравили полонием, тоже в Лондоне. Вот. В результате как бы Путину использовал это как политическую технологию для того, чтобы прийти к власти. Вот. И, соответственно, опять же, на то время оно работало для объединения россиян. Но в нынешних условиях, то есть это как раз подчеркивает неспособность государства обеспечить безопасность. Как они, как это, они 20 лет говорили о том, что они вводят законы для обеспечения безопасности, вот эти жесткие законы, когда людей за лайки уже сажают, дают уже сталинские сроки фактически, там по 25 лет, обратите внимание, там уже по 25 лет людям дают сроки за какую-то совершенную ерунду по нашим меркам. Вот. И в результате Путин, повторяю, хочет это повторить, но вряд ли получится. А если у него вряд ли это получится, а требования от общества или там от ультраправых представителей, ультранационалистических представителей этого общества есть, тогда что? Ну, тогда, как в старом еще советском фильме, они любят старые советские фильмы, а царь-то не настоящий, да? Лжевого? Да, это подрыв, подрыв доверия конкретно к власти Путину. Вот я смотрел на их метания вчера, вот, ну, я вижу вообще-то деградацию российской машиноуправления, они даже вот такие вот элементарные, с их точки зрения вещи, не могут организовать и элементарно на них отреагировать. То есть, вот эти метания, особенно, особенно идиотский пассаж был со стороны Путина, когда он заявил о том, что ДРГ пришла для того, чтобы забрать у России ее историю. То есть, это говорит о том, что спешрайтеры уже не успевают как-то реагировать, либо сам уже Путин настолько запутался, собственно, в вранье, что он уже не может более-менее адекватно отвечать так, как необходимо для того, чтобы донести нужные тезисы. Вот, и, опять же, это все работает в совокупности. Работает в совокупности удары по территории России, вот, официально признанные удары по Крыму. Это все и больше вопросов задается о том, что, насколько, во-первых, война идет по плану, как они рассказывают, могут ли они обеспечить безопасность от дронов хотя бы. И вот вчера еще был заход ДРГ, как они сказали. Я вообще не исключаю, что сейчас там могут появляться различные ДРГ, ну, либо показывать, что они могут там появляться. Кто-то, да, не будем говорить кто, никто это подтверждать и не опровергать не будет, как любит говорить господин Малюк, глава СБУ, да, вот. Но вопрос в том, что это расшатывает сами устои государства, потому что, точнее, не государство, а доверие к Путину как главе, который пришел к власти на волне как раз обеспечения безопасности и непосредственно россиян. Тарас, смотрите, немного ограничены мы в эфирном времени по объективным причинам, но не можем не задать вам очень важный вопрос. Смотрите, немножко расширим географию нашей беседы. Владимир Путин заявил о том, что к нему приедет Си Цзиньпин. И, конечно же, тут уже Путин начал в своем стиле рассказывать, что покажет китайскому лидеру российское метро, точнее, московское. Скажите, пожалуйста, во-первых, этот визит, чего от него ждать? И, во-вторых, можно ли говорить, что Путин сам считает, что это уже победа, что к нему приедет лидер Поднебесный? Ну, конечно, потому что пока их круг общения, можно видеть по путешествиям господина Лаврова, ограничиваются такими мощными государствами, как Эритрея, Буркина-Фасо и другими государствами, у которых население приблизительно от 1 до 5 миллионов человек. Мали, он там был, присутствует, правда, чувака Вагнера, но хоть шо, как это в русской пословице, хоть шерсти крок, да, не клок в данном случае. Вот, понятно, что они находятся в изоляции, и понятно, что приезд Си Цзиньпиня, но мы пока подтверждения от Китая не услышали, потому что в этих случаях они тоже могут приврать и что-то не так понять, потому что я заметил, что российская пропаганда часто выдергивает то, что им интересно говорить, а не то, что говорил конкретно Китай. Это где-то 4 месяца назад была очень смешная история, когда был разговор с Си Цзиньпинем, где он достаточно в таком тоне сказал, что у нас есть стратегические интересы, стратегическое сотрудничество, что-то вот в области культуры, в области спорта и других очень важных вещей. Вот, а российская пропаганда сразу это, и у себя на сайте они вообще об этом не говорили, а вот российская пропаганда сразу это выдернула, вот где есть слово стратегическое, да, вот им понятно стратегическое, да, они сразу себе на сайт это повесили, потому что перевирать, конечно же, слова Си Цзиньпиня они боятся, но вот они выдернули, если он сказал, что вот в таких вот культурных каких-то вещах и так далее есть стратегическое партнерство, значит стратегическое партнерство есть. Вот, так что посмотрим, приедет ли Си Цзиньпинь, но это будет вызов Китаю, всему свободному миру, когда он, если он приедет лично, еще и приедет сам в Москву, ну, я скажу, это будет вызов и вызовет очень много вопросов на Западе, тем более, что мы видим, что США начинают вводить санкции, вот я недавно уже читал, ввели санкции против тех, кто торгует с Россией, да, ввели санкции, что интересно, против компаний, которые контрабандой завозят иранскую нефть. А это очень жирный намек, потому что Россия использует такие же схемы обхода санкций по экспорту нефти, да, вот за приемлемыми ценами, что и Иран. То суть схемы заключается в том, что они грузят танкер, например, в порту России, где-то вывозят его в открытое море, либо в океан, выключается транспондер, туда приезжает другой танкер, либо несколько танкеров, которые тоже с отключенным транспондером, ну, так называемый теневой флот, туда переливается нефть, и тот уже везет якобы нефть нероссийского происхождения. Так вот, уже начали прощупывать эту схему, я думаю, что это сигнал в первую очередь китайским товарищам, чтобы не игрались, да, все, big brother is watching you, то есть, то есть, то есть, великий брат бачит все, и это попереджение уже Китаю, что, если они дальше будут так играться, то санкции, что страшно будет для Китая, даже не великие санкции, ну, такие, как против России, они, конечно, не запровадят, но если они покажут хотя бы 10-20% того, что против России... Ну да, это показательно будет, да, да. Да, нет, 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 и покажут, что это надолго, то будет утечка капитала именно с Китая, что очень плохо для Китая может закончиться. Тарас, мы вам признательны, было не так много времени, но какой широкий спектр тем мы обсудили сегодня? Да, это действительно так, переход на украинский язык, отдельное спасибо, я думаю, что постепенно, постепенно весь мир будет переходить на украинский. Спасибо. Тарас, спасибо большое, Тарас Загородний, политтехнолог, был с нами на прямой связи.